Привет, меня зовут Даша, и по названию видео ты наверняка уже догадалась, о чём я хочу с тобой поговорить. Книг того получилось 9 штук. Весьма забавный факт, дело в том, что моё число именно 9 по нумерологии. Ну ладно, введёмся к книгам. Я сначала хотела им присудить места призовые, но это же лучшие книги, поэтому мне не удалось это сделать, но я их поделила на две категории. В одну группу вошли книги, которые ярче всех меня поразили, а во вторую группу я включила те книги, которые буквально миллиметрик, полмиллиметрика они дотягивают до первой группы. Начну я с первой группы, с самого лучшего. И сначала я хочу упомянуть имена Волкодава Семёновой, Пятикнижия. Это, я прошу прощения, сейчас буду называть не в том порядке, в котором их нужно читать. Это просто Волкодав. Право на поединок. Самоцветные горы. Истовик камень. И знамение пути. Книга уникальна и потрясающая, не только увлекательное повествование, но и игрой в такие загадки. Дело в том, что стран и у рас названия не такие, как мы привыкли всё это называть. То есть предполагается, что действие происходит на другой планете или в другом измерении. Они, однако, очень схожи и расы, и страны. И они, ну, то же самое, только по другим названиям их автор спрятала. И очень интересно, читая, угадывать, догадываться, что это за странах, что это за расах. Хотя, на самом деле, всё достаточно очевидно и прозрачно. Но вот сколько уже этих книг у меня в частной библиотеке, это, наверное, уже лет 20. И столько лет, а при четыре я их очень-очень часто. И каждый раз я, вот, мне интересно играть вот в эти шарады. Хотя, повторюсь, всё достаточно очевидно. Мне тоже импонирует, что в начале каждой главы располагается стихотворение, которое Семёнова написала сама. Я, на самом деле, не поклонница поэзии, скажем так, да, мягко говоря. Но стихи Семёнова являются для меня исключением. И даже некоторые из них, я знаю, наизусть до такой степени не нравятся. Вот. И я не совсем согласна с людьми, которые считают, что лакодав — это фантастика. Но если уж мы взялись развешивать ярлыки, то, скорее, это исторические приключения. И хоть предполагается, что это не наш мир, все события, ну, они наши, они свойственны нам. И те качества, традиции, приметы, внешности, которые описывает автор в книгах, они соответствуют полностью совершенно нашей земле. Поэтому я не солидарна. Я не думаю, что это фантастика. Но Семёнова я способна говорить просто часами, поэтому пока не увлеклась, давай перейдём к следующей книге. Следующая книга — это «Лекарства против страха» братьев-лайнеров. Потрясающее издание. Здесь приупитаются между собой две очевидности. Это наши современные реалии и прошлое, причём загадочное прошлое. Автор релиз Сибол. Думаю, все наслышаны о «Милых костях». Даже если книга не была прочитана, фильм, мне кажется, смотрели почти все. Кто не знает, речь здесь идёт о девочке, которую убили. Я тебе даже зачитаю первую строку, чтобы окончательно заинтриговать, если тобой не была прочитана эта книга. «Мне звали Сьюзи». Фамилия Селман, что, между прочим, означает «лосось». 6 декабря 1973 года, когда меня убили, мне было 14 лет. Это начало книги. Дальше описывается то, что было дальше. Эта книга для меня ещё очень значимая тем, что с этой книги я начала постепенно делать свой канал книжным. Назову последнюю книгу из первой группы. Это книга Владислава Крапивина. Как же, без Крапивина. Это называется «Золотое колечко на границе тьмы». Несколько кажущееся, ну, как бы мрачное название. И в моём случае лично труднозапоминающаяся. Книга полна позитива. Это автобиография писателя. Я таких автобиографий не читала никогда. Это нечто особенное. Это нечто отличающееся и своеобразное. Дело в том, что он написал её точно так же, как он пишет в своей обычной книге. Но только о себе. По большей части, конечно, о своём детстве. Книга для меня значима не только жизненностью, ситуацией, потрясением тем, что Крапивин, как Д'Артаньян из книги Дюма. То есть он честный, отважный, смелый, бросается на защиту всегда. И я думала, он просто приписывает своим героям такие качества, чтобы воспитать их в читателях своих. Однако, да, он правда такой. И книга для меня значима тем, что она ответила на вопросы, которые меня мучают. Конечно, не секрет, далеко не секрет. Чего-то их отречь, что каждый писатель вкладывает частичку себя в своих героев. Крапивина далеко не исключение, конечно же. И в многих его книгах я догадывалась, что это за человек. Особенно повесть Севы Гущенко очень-очень-очень смахивает на автобиографию тоже. Но меня мучили вопросы, например, были ли у него в детстве лучший друг, умеет ли он фехтовать, увлекается ли он кораблями, любит ли он Севастополь. Ну и многие-многие вопросы. И эта книга ответила на все мои вопросы. И даже на те, которые я себе и не задавала. Это, безусловно, очень позитивная, очень хорошая книга, которую действительно стоит прочитать. В вторую группу входит книга Эрланд Лу «Наивно супер». За неделю я бы ее, может быть, и не включила бы в список лучшего прочитанного. Потому что книга хоть и замечательная, но не дотягивает до такого вот статуса. Но все-таки я включила этот список за полезность. Потому что книга эта действительно может помочь, ведь из депрессии, если человек не находится. Дело в том, что главный герой сам находится в депрессии, ищет пути выхода из нее. И читатель выходит из депрессии вместе с главным героем. Действительно, название книги оправдывает содержание. Она, естественно, очень наивная, очень легкая. И немножко даже детская в чем-то. Следующие две книги принадлежат первому одного автора. Это, конечно, Белис Акунин, как без него. Начну, пожалуй, с книги «Креативщик». Название очень точно отражает сюжет самой книги. Здесь рассказывается несколько разных историй, совершенно разных. Но и у них есть общий знаменатель. И самый перец в том, что заканчиваются эти истории на самых острых местах. Не путать с просто туманной концовкой, мастером которых является Акунин. Они, правда, заканчиваются очень остро. И сами истории не менее острые, чем их концовка. Следующая книга. Книга там. У меня больше нет слов. Я в плане религии очень человек такой... Да что там? Я свою собственную религию создала. Ну, то есть не религию, а теорию. Религию я могла бы создать, если бы я была там Буддой 2 или Иисус возвращается. Но так как я ни первая, ни вторая, и то теория. Я очень... Меня сложно удивить в плане религии чем-либо. Эта книга несет идею одну. Ну, христиане ее, возможно, сочтут богохольной. Да и не только они. Но к этой мысли, которая вот озвучивается в этой книге, я пришла сама. То есть я об этом думала до прочтения этой книги. Но эта книга, эту самую идею, преподносит с самых разных сторон. И вот эти стороны меня поразили. Я ее читала, наверное, где-то полгода назад. Я до сих пор под большим впечатлением. Я никогда под таким углом не думала об этой теории, которая здесь пропагандируется. Ну, и чтобы тебя заинтриговать, побудить к прочтению, скажу, что здесь рассказывается о том, что происходит там, на том среде. Вне зависимости от того, согласишься ли ты с автором или нет, книга тебя не оставит равнодушным человеком, равнодушным читателем. Ты очень бурно в любом случае отреагируешь на произведение. Вне зависимости от того, понравится оно тебе или нет. Завершает вторую группу книг. Книга Сесили Ахер. «Невель, не надеюсь, люблю». За год я прочитала эту книгу. Дважды. Есть такое подозрение, что даже трижды. Потому что учет прочитанного я стала вести только с мая месяца. Да, точно, я помню, я заказала эту книгу после того, как я дважды перечитала ее в электронном варианте. Сюжет может сначала... А, стиль ведения книги может сначала показаться занудным. Потому что вся книга — это переписка главных героев. Однако это очень интересно и очень потрясающе. И эта книга меня на самом деле разозлила в середине. Когда я сидела и... Да блин, да когда они уже поймут, блин, идиоты! Вот. Да. Она потрясающая. Просто волшебная. Она очень хорошо мотивирует на поддержку связи, на написание писем. На многое на самом деле. Еще не сказать. Книга, на мой взгляд, гениальная. Она оставила о себе очень яркие впечатления у меня. И она отличная. Советую. И желаю, чтобы тебе попадались только самые лучшие книги под руку. Вот. Ну, на самом деле. Да, на все. Пока!